Уважаемые коллеги, к сожалению, в нашей практике еще нет такого аппарата, который позволил бы нам 100% определять, если у пациента боль или нет. Мы бы назвали алгезиметр, и все наши проблемы были бы решены. Но, к сожалению, как говорят авторы этого высказания, боль всегда субъективна. И вот к чему это приводит... Левая кнопка. И вот к чему это приводит, хорошо показал Алексей Михайлович Овечкин, который сравнил мнение персонала о обезболивании пациентов и мнение собственных пациентов. Врачи-оптимисты ошибались как минимум в 10 раз. Что происходит у детей? Большая статья, которая так называлась, почему боли у детей имеют значение, говорит о том, что дети с хронической болью, конечно же, испытывают болевые ощущения высокого неинтенсивности. И причем дети, которые испытывают эту тяжелую боль, они имеют гораздо больший риск хронизации боли во взрослой жизни. И в тот же время ребенок, после того, как минует период новорожденности, он становится уже совершенно таким же пациентом, который может применять абсолютно те же самые препараты, только, естественно, коррегировать на вес ребенка. И самое главное, что это никаких доказательств о том, что дети становятся зависимыми от назначения так называемых сильнейших эпилоидов, которые назначаются, соответственно, надлежащим образом. И вроде бы уже все решено. То есть вот четыре основных тезисы, если следовать, то проблем нету, только тонкий тюнинг. Однако, в 2012 году мы имеем вот такой гайтлайн-отвоз, в котором в начале гайтлайна говорится прямо, что несмотря на то, что 2012 год, несмотря на то, что наличие знаний и средств для облегчения боли у детей, эта боль часто раз не распознается, два, игнорируется и даже отрицается. Вот такой деревенецкий подход. К сожалению, встречается и в развитых странах. Что же такое-то? Что происходит у пациентов с неврологическим повреждением? Большой метаанализ. Полтора миллиона историй болезни. Обследованы на территории американского штата. И вот что определили исследователи, что дети с тяжелыми неврологическими нарушениями набирают по десятибальной шкале в среднем 6-7 баллов, что соответствует уверенному уровню боли. Однако частота возникновения у таких детей была гораздо выше. Например, дети с церебральным параличом набирали до 80%. То есть 80% детей набирали боль уровнем средней интенсивности. Это значительно. Также следующее исследование, которое исследовали именно дети с церебральным параличом, а также информацию получали не только от них, а от их родителей и сиделок, и авторы пришли к такому заключению, что боль у пациентов с церебральным параличом влияет на качество их жизни. И самое негативное это влияние оказывает в скелетномышленной деформации, которая есть у этих пациентов. Следующее исследование. Примели также дети с церебральным параличом. Уже 104 ребенка, но с тяжелым повреждением, то есть с такими довольно терминальными повреждениями. И родители сообщали уже о эпизодах боли уже практически у 70 пациентов. Причем треть больных жаловались на боли во время лечебных процедур. То есть тогда, когда их пытались лечить, им это было больно. И наконец следующее исследование, которое показывало, что несмотря на то, что информацию мы собираем не только у пациентов, но и их родителей, у медицинского персонала, но эти отсчеты не могут точно отражать опыт ребенка, переживающего боль. То есть возвращаемся к началу сообщения о том, что боль, она всегда субъективна. Это тем более относится к пациентам с нейрологической педагогией. Как же оценить эту боль? Существует масса шкал. Шкалы именные. Шкалы, которые сформированы в виде определенных таблиц, в виде определенных линеек. Однако, даже самое наличие такого огромного количества шкал говорит о том, что эта проблема еще далека от решения. И вот специалисты решили собраться. Со специалистами, которые занимаются хронической болью у неврологических больных, решили собраться и провести такое консеркционное исследование, в которое включили более 2,5 тысяч статей. Из них выбрали 52 шкалы оценки хронической боли и стали их очень пристально проверять на то, как они соответствуют возможности определить очень близко к 100% боль у хронических больных детей, у детей с неврологической патологией, хронической боли. И выбрали 7 шкал. Вот эта великолепная семерка. Но при ближайшем рассмотрении, опять же, этой группы оказалось, что ни одна из этих шкал со 100% вероятностью не может сказать, есть ли боль у ребенка с неврологической патологией, либо ее нет. Мы вам предлагаем такой некий профайл, который мы нашли в журнале детской неврологии, который говорит о том, что классификацию свою по лечению хронической боли может сделать каждый врач сам за себя. Называть своим именем или уковечить свою клинику, которая работает. Самое главное, использовать вот этот профайл. Я хочу обеспечить ваше внимание на последнюю категорию, на типичные факторы. На самом деле, у детей с неврологической патологией боль может вызывать не только плач, не только какие-то эмоции, которые явно ассоциируются с болью, но быть атипичным. Допустим, ребенок может даже смеяться во время боли, может задерживать дыхание, может вообще минерализоваться, вести себя абсолютно безучастно. Однако это есть фактор о том, что у ребенка есть боль. Как лечить боль? Во-первых, это терапия устраивая боли во время термического лечения процедур, чтобы не вызвать ее хронизацию. Но если уж пошла хронизация, тогда лечить хроническую боль. Первое, что мы считаем, это, конечно, ведение препаратов без укола, о чем мой предыдущий коллега очень четко рассказал. Второе, это обязательно присутствие близкого человека во время индукции анестезии. Это важно, потому что дети должны чувствовать минимум дискомфорта при засыпании. Второе, как нам советуют наши израильские коллеги, это использовать не виртуальную реальность, а совершенно нормальную реальность в виде клоунов. Они проверили большое исследование, в котором выяснили, что присутствие клоуна значительно облегчило негативное ощущение у пациента во время инъекции ботово-токсина. Второе, использовать у всех пациентов с нейрологической патологией, и это мы уже считаем вопрос решенный, и это подтверждает большой гайдлайн по лечению постоперативной боли использования периферических региональных анестезирующих технологий. Мы именно наставим, чтобы это были периферические, потому что чем дальше от центра, тем меньше риск. Здесь мы говорим о том, что лучше использовать, конечно, продленную анестезию с помощью переневральных катетеров. Это прогнозируемо, это можно использовать бесконечно, это эффективно. По поводу опиоидов. В России у детей разрешен морфин и промедол для использования. Хочу обратить ваше внимание, что фентанил, который мы используем все, совершенно свободно, он запрещен у нас, детей до года, не разрешен. Но есть хорошая новость по поводу обезболивания. Вот в тех сумочках, которые нам раздали, там есть методичка, которая посвящена трансдермальной фонде фентанила, называется Финдивия. И Финдивия разрешена детям, приказами здраво с двух лет. Причем есть формы, которые можно назначать совершенно маловесным пациентам. И даже еще, я, честно говоря, с этим не сталкивался, но представители фирма говорят, что очень сильно упрощено списывание этого препарата. Не надо сдавать пластырь. И по поводу пути введения. Некоторых смущает то, что я говорю, что можно использовать трансдермальный форм. Однако исследование показало, что альтернативный путь введения опиоидов также эффективен, как привычный нам внутривенный. Конечно, нам привычно вставить вену, вводить инфлазоматом, но, используя пироральный, либо трансдермальный путь, мы ни в коем случае не уменьшаем эффективность опиоидных аналогетиков. Адюванты к анестезии. К сожалению, с адювантами у нас в России дело обстоит так. Либо мы их не назначаем, так как это запрещено, и мы уменьшаем эффективность обезболивания, лизмом мы их назначаем и вступаем в общение со Следственным комитетом. Однако, есть препарат, который незаслуженно забыт. Это препарат габапентиноид габапентин. Он разрешен у детей. Его можно использовать как до операции, так и после. И он обладает сложным механизмом действия. Однако, итог его образования гамка в рецепторах, и тем самым улучшение процесса обезболивания. И совершенно закономерно в гайтлайне, также указывается, что у детей возможно применять габапентин в сочетании с опиоидами для лечения после операционной боли. Итак, какие перспективы? К сожалению, необходимо долго и долго исследовать, чтобы получить, наконец-таки, нормальный инструмент, который позволит оценить боль у невербальных детей. Я не говорю, что это обязательно был прибор. Пускай это будет какая-нибудь таблица, какая-нибудь шкала. К сожалению, пока мы еще лишены возможности со стопроцентной вероятностью понимать, болит у этого ребенка или не болит. И обязательно необходим пересмотр возрастного ценза на использование как опиоидов, местных адестетиков, и также одионтов у детей. Благодарю за внимание.